Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова. Здравствуйте, Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, до вас было мнение уважаемого Александра Коваленко, мы с ним сегодня как раз обсуждали, в том числе и в 16-е. И вот хотелось бы и у вас, вам этот вопрос задать. Вот это очередное «да», но на сей раз вроде бы окончательное. Вот как вы считаете, какие нюансы нам сейчас надо учитывать? Придется еще долго ждать или это действительно фактическое «да»? И у нас эти несколько эскадрильей будут. Это фактическое «да» с американской стороны. То есть была длительная эпопея, да, вы понимаете, вспоминаете. Дайте разрешение на подготовку пилотов, значит, дайте разрешение на предоставление тренажеров, учебников и прочего, и прочего, значит. А сейчас как бы вот эта многошаговая процедура окончательно завершена. Было разрешение на подготовку пилотов, и эти пилоты после окончания обучения гарантированно получат самолеты. Ну вот в этом смысл сегодняшнего сообщения от господина Блинкина. Это второе лицо в американском правительстве. Да, и теперь давайте непосредственно к вот этому вот аспекту. Когда будут научены пилоты? А почему нет разговоров о инфраструктуре вот в этом условии? Условием ставится обучение, ну, я так понимаю, какие-то минимум налета для наших летчиков, пилотов, летчиков. Скажите, как вы думаете, почему нету остальных условий? Все есть уже, все готово, обо всем позаботились? О каких условиях, можно вас спросить? Где хранить самолеты, чем их заправлять, на какой территории, где заправлять их оружием и так далее, и так далее. Технические условия. Смотрите, если самолеты передаются, они передаются не сами по себе. Значит, они передаются не только с комплектом оружия, но и комплектом запасных частей, запасными двигателями. Это аксиома, это иначе не делается, да? Вот, где их располагать, значит, самый лучший способ сохранения летной части, это ее рассредоточение. То есть, сейчас наши самолеты действуют путем рассредоточения по так называемым оперативным аэродромам. По четыре самолета на аэродроме, да? Не более того. Хотя эскадрилья состоит из 12 самолетов. Точно так же, на мой взгляд, будут действовать и F-16. То есть, они не требуют постоянно какого-то сложного комплекта оборудования для подготовки их боевого вылета. Можно будет эскадрилью из 12 самолетов, хотя бы на западной Украине, там находятся до 6-7 аэродромов, которые способны будут принять эти самолеты в случае, если они не будут полностью загружаться боекомплектом. То есть, чтобы шасси, ну, как бы вам сказать, не было перегрузок на шасси и связанного с этим поломок шасси. Потому что наши аэродромы не очень приспособлены для эксплуатации самолета F-16. Ну, вот посмотрите на носовую стойку. Вот сейчас показывали, да? Там маленькое колесо малого диаметра, скажем, не очень прочная стойка. Ну, явно не F-18 палубный самолет, да? Вот. То есть, самолеты будут рассредоточены. Личный состав и технический состав также будет. В принципе, для того, чтобы обслуживать самолет какое-то время, достаточно, то нам 7-8 человек на каждый самолет, не более, даже меньше. Сейчас на наши самолеты там 4-5 человек на оперативных аэродромах работают. В случае каких-то повреждений борта он прилетает на базовый аэродром, и там им уже, значит, занимаются более серьезно. Давайте тогда продолжим. Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в конце августа. Об этом заявляет Министерство обороны Дании. В обучении пилота вооруженных сил Украины примет участие коалиция из 11 стран. Речь идет помимо Дании о Нидерландах, Бельгии, Канаде, Лексенбурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании. Да, вот об обучении тоже хотелось бы сегодня поговорить, и эта тема стоит особого внимания о том, как проходить будут обучения уже украинские пилоты. Вот хотелось бы от вас, господин Романенко, также услышать, по вашему мнению, насколько те базовые навыки, которыми владеют украинские пилоты, которые, возможно, действительно, как и мы с вами видели пока что только в видео и на картинках F-16, насколько базовые навыки, которые они приобретают в Украине, скажем так, кардинально, насколько они отличаются от истребителей F-16, либо же это, скажем, базовые навыки, все равно они где-то более-менее схожи между собой, но необходимо просто технически понимать, каким самолетом, точнее, каким истребителем ты управляешь, и уже исходить из этого дополнительные навыки необходимо будет и для F-16. Ну, для F-16 нужны будут совершенно другие навыки, хотя летчик, он же получает базовое образование, он понимает, как управляется самолет, значит, какие оборудования несет на борту, вот какие классы оборудования, скажем так. И, в принципе, переучивание летчика с одного типа на другой, оно занимает определенный период, но не представляет особой сложности. В данном случае, конечно, нашим пилотам придется перейти на качественно новый уровень, то есть это будет как бы квантовый скачок такой, да? Вот, получится, значит, переход с самолетов, которые имеют совершенно иное информационное, скажем так, обеспечение во время боевых действий. Вот, это потребует времени. Это, ну, еще одна сложная проблема – это язык, это процедуры. Ну, не одна тут, несколько проблем. Это язык, это процедуры, это принципы управления самолетом, да? Когда у тебя нет вообще шкальных приборов, да, и ты на борту вообще нет приборов со стрелочками, вообще на борту нет. Там все многофункциональные дисплеи. Вот, современные люди, конечно, молодые люди, к ним легко привыкают. Вот, если будут пилоты постарше, так, ну, в звании капитана майора, ну, возможно, какие-то у них будут небольшие проблемы. Но самолет F-16, он как бы очень такой, ну, ориентированный, вот его эргономика кабины, она ориентирована на пилота для создания максимально комфортных условий. Он даже не сидит в кабине, как у других самолетов, а полулежит. И у него ручка бортовая, как джойстик. Вот, и у него, значит, масса, масса такого оборудования, которое облегчает ему его действия в бою, ускоряет. Ну, тот же нашлемный прицел, когда не нужно разворачивать в сторону противника весь самолет в ближнем воздушном бою. Достаточно повернуть голову, и головки самонаведения ракет синхронно повернутся в ту же сторону. Для их пуска достаточно будет нажать только кнопку. И после этого улетать в противоположную сторону. То есть эти самолеты, примерно летать на них наши летчики смогут так месяца через четыре. Вот. Даже три-четыре месяца. А вот остальной период нужно будет посвятить тактической подготовке и обучению, как бы, боевого несодружества, а координации в паре и звене. Вот. Вот это тоже очень важное. Освоение тактики воздушных боев на данном самолете. Значит, выработка навыков применения его оружия. И радара, и пушки, и ракет малой и средней дальности. И отработка на различных боевых задач, опять же, действия с помощью информации, получаемой с натовских летающих радаров. Сейчас у нас в практике такого практически нет. Это все новые этапы, которые предстоит освоить нашим летчикам. Привыкнуть к этому. Получение тактической информации в режиме реального времени. Не с наземных станций, а прямо вот на экран тебе выходит картинка, вот как мы видим сейчас без пилотников. Но только более детализированно и более мелким планом, скажем так. Ну, то есть, если грубо говоря, это как переучиться с тушки на Боинг, да? Или сложнее? Сложнее. Сложнее, да. Это серьезный этап такой. Ну, я уже молчу просто о том, что нужно перейти с метров и километров в час на футы. А, кстати, фунт и мили. На футах, да. Все на всех натовских самолетах, все в футах и милях. И в узлах. Понятно. Можно привыкнуть. Это должно уже автоматически. В бою ты не будешь умножать тысячу метров на три или делить 30 тысяч футов на три, чтобы понять, на какой ты высоте. Так и наземные службы тогда должны перестроиться, получается? Ну, те, кто помогают. Только наземные службы. Сейчас у нас разворачиваются маячки системы ТАКАН по всей украинской территории. А ТАКАН – это тактическая система навигации для натовских самолетов. То есть, мы не сможем даже использовать нашу имеющуюся наземную инфраструктуру. Ее тоже нужно переделать. И сейчас этот процесс идет. Доработка аэродромов, чтобы они имели гладкое покрытие, если мы применяем F-16. Либо будем пока применять F-16 только с оружием воздух-воздух. Этого достаточно. То есть, шасси не будут перегружены. Это половинная нагрузка на самолет. Там запас топлива тоже не будет максимальным. Вот. Да, потом еще мы сможем использовать международные аэропорты. Вот на Западной Украине. Тот же Ужгород, Ивано-Франковск, значит, Львов. Там, в общем-то, гладкие полосы, с которых самолеты могут стартовать, такие как F-16, значит, вполне могут работать сразу. Хорошо. Давайте теперь еще о поддержке. В Белом доме отметили, что США будут открыты к тренировкам украинских пилотов на самолетах F-16 на своей территории, если потенциал для обучения в Европе будет исчерпан. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Давайте посмотрим его заявление и продолжим. Наши европейские союзники возглавляют эти усилия. Но если потенциал для обучения в Европе будет исчерпан, мы, безусловно, открыты к тренировкам украинских пилотов здесь, в Соединенных Штатах. И причина того, почему мы делаем это, является составляющей более широких усилий по улучшению украинской обороны и наращиванию военного потенциала страны в долгосрочной перспективе. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома. Ну вот, господин Кирби поясняет, но как вы думаете, дойдет до того, что в Штаты поедут наши летчики? Ну, если мы развернем хотя бы до трех бригад, то, естественно, вторую и третью бригаду придется переучиваться в Штаты, потому что в Европе просто не хватит самолетов для их комплектации. А комплектация самолетов для НАТО и комплектация самолетов для Соединенных Штатов, она отличается. Там разные двигатели и есть некоторые различия в бортовом оборудовании. Две бригады – это хватит самолетов в Европе. Кроме того, сейчас три базы примерно, ну, две уже в процессе подготовки. Склюцтруб – это в Дании идет подготовка, ну, готовится подготовка. В общем-то, там некоторое количество пилотов, как минимум два звена, там 8 человек, можно будет там готовить. А производитель F-16, компания Lockheed Martin, кстати, крупнейшая военная авиационная компания, с совершенно ошеломляющими миллиардными, многомиллиардными оборотами, да. Она уже заключила договор с компанией, это Draken International, которая разворачивает учебный центр в Румынии. По-моему, это база Фетешты, да. Значит, возле города Фетешты – база Борча. Вот там уже будут разворачиваться тренажеры и полностью учебный центр, который очень близко к территории Украины. Вот. И там не надо будет далеко ездить, и даже в случае необходимости исправления боевых повреждений, какая-то тестовое оборудование будет наверняка находиться на этой базе. И Польша, наш самый верный союзник, заказала еще в декабре 21-го, кажется, года, четыре полнофункциональных тренажера для самолетов F-16. Они должны будут, три из них должны будут поставлены до конца этого года. То есть, как только у нас на Растево, ну, появится возможность выделить больше пилотов для переподготовки, для подготовки, собственно, на F-16, да, то к нашим, так сказать, ну, для наших пилотов будет три точки обучения. Вот. Я думаю, что первоначально мы же не сможем получить сразу там сотню самолетов, у нас столько летчиков не будет, да. Вот. В течение 24-го года, я думаю, будет на трех базах развернута массовая подготовка летного состава. А если американцы решатся передавать нам самолеты из собственных запасов, вот тогда уже придется ехать в Соединенные Штаты, потому что оборудование для тренировок на те самолеты, которые были, собственно, в вооруженных силах, ну, в авиации ВВС США, они несколько отличаются от европейских по комплектации. Такой вопрос, просто я большой фанат ВВС Израиля, так получилось. А могут они нам помочь? У них же тоже есть F-16. Ну, во-первых, у них Вайперы, у них самая последняя модель, до которой мы, мягко говоря, не доросли, по мнению американцев. Вот. То есть мы получаем более ранние модели. Понятно. Там уже другое радарство, и там совершенно другое оборудование. Там оборудование с самолетов пятого поколения. Ну, кто нас сейчас допустит до него, если нас с таким огромным трудом допустили до F-16 и МЛУ? То есть первые серии самолета, прошедшие midlife update, модернизацию. И насколько я понимаю, да, исходя из этого, все-таки, исходя из того, что есть разные модели, тут и подготовка пилотов, она, соответственно, моделям проходит. Я о том хочу спросить, если все-таки, это уже действительно даже не ближайшее будущее, а намного-намного вперед, если будет принято решение о предоставлении иных, ну, скажем так, вариаций F-16 тех же истребителей, я так понимаю, это необходимо будет переобучение проходить тем пилотам, которые сейчас будут обучаться. Либо же, ну, скажем так, тут уже не будет стоять вопрос именно в переобучении. Стандартный процесс переобучения летчика Соединенных Штатов с одного типа самолета на другой тип самолета, это, по-моему, 67 дней учебных, без перерыва. То есть добавить выходные, добавить праздники, это три месяца. И это переучивание мирного времени. Переучивание военного времени делите пополам. Вот. И даже можно больше, значит, там в месяц. То есть для того, чтобы освоить более совершенные модели, вот, имея базовую машину, но с лучшим оборудованием и более совершенным вооружением, ну, понадобится месяц, ну, максимум полтора месяца, если это будет связано с изменением тактики применения. Давайте в финале, Валерий. Сегодня в очередной раз напомним все-таки, насколько важны F-16 для Украины и чем они могут помочь Киеву в войне. Вот украинская служба «Голоса Америки» побеседовала с двумя ветеранами ВВС США, которые очень хорошо знакомы с этими самолетами. Подполковник Дэн Хэмптон, а также летчик и военный эксперт полковником отставки Джеффри Фишером. И вот он утверждает, да, если мы говорим о Фишере, то, по его мнению, основная ценность F-16 именно для, в условиях, именно для Украины, это многофункциональность. Об этом мы и с вами не единожды говорили. Но также и способность атаковать цели на земле в воздухе. Истребители, он говорит, также способны подавлять противовоздушную оборону противника, что очень важно. По мнению эксперта, добавляет еще один уровень сложности для российских летчиков, истребителей. Когда россияне решают вступить в бой с украинскими пилотами, они не всегда полностью уверены, с каким типом самолета они сражаются. Идут они против Су-25 или Су-27, против МиГ-21 или F-16. Вот хотелось бы у вас также, Валерий, спросить, F-16, насколько... Ну, я не буду спрашивать, насколько они изменили ситуацию на фронте, потому что они ее изменили кардинально, мы это прекрасно понимаем. Но если мы говорим все-таки о нашем противнике, для них насколько появление F-16 на поле боя, насколько им все-таки усложнит их деятельность, в частности, в воздухе? Понимаете, вы сами сказали, что летчик вражеского самолета видит пятнышко на радаре, либо картинку там с подписями, да? Но он не видит тип самолета. Вот, поэтому любой поднявшийся самолет в воздух после получения первых четырех-пяти F-16, россияне будут воспринимать как F-16. Соответствующими предосторожностями. Если они в невыгодных условиях для боя, они будут избегать этих боев. Вот. Если они в выгодных условиях, будут пытаться, значит, реализовать свое преимущество. Но это уже зависит от того, какие бортовые комплексы обороны будут у полученных F-16. Я надеюсь, что они смогут поставить достаточно эффективные помехи российским ракетам. И, в общем-то, я думаю, что... Ну, я не совсем разделяю вашу уверенность, что это будет радикальное изменение обстановки в воздухе. Оно будет тогда, когда мы получим более современные машины. И, конечно, не в количестве 12 или 30 машин. Для этого нужно, как минимум, втрое больше самолетов. Тогда да. Тогда ситуация изменится радикально. До того мы просто выходим на уровень примерного паритета. То есть мы уже в воздушных боях будем сражаться на равных. А не, как сейчас, имея более устаревшее оружие, имея менее дальнобойные, скажем так, радары, и имея самолеты, которые, в общем-то, уже достаточно отслужили. Ну, то есть, скажем прямо, менее эффективную авиационную технику. Получив F-16, мы просто выйдем несколько на новый уровень воздушных боях, но это будет всего лишь паритет. Спасибо вам, как всегда, Валерий. Приятно говорить об авиации, авиационных делах с человеком, который в этом понимает хорошо. Спасибо вам огромное. Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий и научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова. был в нашем эфире.